здравствуйте дорогие друзья решил записать это видео касательно очередного мероприятия особый спонсор в топ-11 ну это мероприятие в этот раз отличается своими новыми задачами ну и вам так скажу что это как бы не особо такое полезное мероприятие из всех тех которые встречаются в топ-11 давайте зайдем посмотрим какие тут задачи какие уже выполнены которые еще не выполнены например смотрим улучшится состояние игроков 20 раз за один день то есть нам надо потратить 20 аптечек минимум чтобы получить 30 очков провести тренировки с участием игроков как минимум 5 центральных игроков и нужно провести 10 тренировок и дается всего 30 очков знаете я так посчитал на своем опыте что затраты много выходит наградами ты не такие уж и большие например выиграй два матча ну два матча можно выиграть тоже за два матча всего лишь 20 очков забить нужно 20 голов с игроками сильнее 110 процентов так этих еще 110 процентов надо еще закачать прокачать чтобы иметь этих игроков так если они остались с прошлого чемпионата еще так нормально если у тебя нет этих игроков всего лишь 70 очков купить игроков у которых больше 80 процентов но здесь тоже да потратишь токенов 45 50 не больше точнее не меньше выиграть товарищеский матч 20 очков посмотрел и увидел что в этот раз нет в начальных начальных турах нет таких задач как например получить дополнительную звезду или получить новый навык или получить какое-то спецумение в этот раз почему-то нет этих задач осталось около недели ну может быть завтра появится такая задача давайте сейчас как бы прямо я специально не получал награду чтобы посмотреть при записи давайте посмотрим значит перейдем на награды мы уже улучшили состояние игроков 20 раз получим эти 30 очков поздравляем поздравляем получаем здесь всего лишь 5 токенов получаем 5 токенов так выбрать посмотрим что у нас здесь за следующие награды значит 5 аптечек 5 процентов к силе добавляется в игроку тоже не совсем такого хорошие один игрок в ударе один игрок в ударе это очередная фигня от разработчиков потому что этот игрок в ударе он может быть как среди основного состава так и среди запасных тогда же и среди и резервного состава то есть он может попасть к вашему игроку которого одна звезда или там две звезды мне нафига нам это нужно идем дальше завершение 10 процентов к завершению но здесь хорошо что на выбор здесь мы можем выбрать какого-то определенного игрока на наш выбор а не случайно где вопрос это очень неудобно три игрока в ударе ты получишь статус ударе для трех случайно выбранных игроков случайно опять же у меня так очень часто было что получали игроки которые в резервном составе даже не на скамейке запасных а в резервном составе сидят 10 аптечек ну представьте 340 баллов надо набрать и 340 очков и он тебе дает всего лишь 10 зеленых аптечек дальше эксклюзивная форма тоже фигня вот здесь уже на когда 500 очков набираем первое спецумение какое-то первое спецумение то есть если у вашего игрока уже есть спецумение то это спецумение не дается тому же игроку это первое спецумение у вашего игрока не должно быть никаких спецумений чтобы получить это если у вас допустим всего 15 игроков и у всех у них есть спецумения то вы и получаете спецумения. Идем дальше. Показатели ударов и физической формы плюс 10%. Здесь тоже можно выбрать. Тренер Ампуа Молодежной Академии. Не поймешь, что за... Нафига нам этот тренер нужен? На этих тренеров очень много токен. Выходит. Не знаю, есть ли смысл прокачивать. Я так не прокачивал. Так. Бет-энд-вин форма. Официальная форма клуба Валенсия. Тоже на любителя. Представьте, прокачал. Точнее прошел вот в ток очков. Получил 880 очков. И тебе дается всего лишь 20. Ну и нафиг нам это нужно. Самый лучший приз. Он уже под номером 14. Один игрок. Вот ради этого игрока можно сыграть. Можно как-то прокачать. Но все равно, я посчитал, как бы овчинка выделки не стоит. Тоже большая затрата, а в конце приз только один игрок. Ну вот если вы, как бы, любите донатить, если донатите, то тогда да. Тогда вот у вас призы значительно лучше. Значительно лучше. Давайте посмотрим, сколько будет стоить этот донат. Получить премиум. 5 баксов. Расстайтесь со своими 5 долларами. И у вас будет вот бесплатная аренда на сезон. Целого одного игрока 7 звездного. Какой-то большой плюс. Потом поддержка в течение всего сезона. Показатель скорости. В ударе игрок дается. Сколько тут? Смотрите, здесь видите, получаешь статус в ударе для одного игрока на выбор. То есть, ты его сам можешь выбрать. А если бесплатно, если не донатить, то система вам этого игрока даст в резервном составе, как у меня было несколько раз. выбор позиций еще плюс лишние 5 процентов. 1 плюс 1 в ударе. Все равно лучше, чем 3 непонятных игрока. Так. Ускорение восстановления станет тоже очень хорошей вещь. В общем, ребята, если деньги есть, то система вас просит просто платить. Платите, и вам будет счастье. Заплати, выиграй. Вот буквально 2 недели назад у меня была такая игра в ассоциациях. Мой соперник был на 20 процентов слабее меня. На 20 процентов. И при том, у него игроки тоже были значительно, как и весь состав, так и игроки по одному были значительно слабее моих. И представьте, из-за того, что у него была поддержка 5-процентная поддержка Маурини, 2-0-2-0. Дважды меня выиграл по 2-0. Поэтому не знаю, чего хотят разработчики, чтобы нормальные игроки покинули игру. Непонятно, что они хотят. Зачем так делать? Заплати 5 баксов и побеждай всех. Ну, только все будут платить, а нормальные игроки не останутся. А нормальных игроков как раз это большинство. Большинство. Вот. Давайте теперь перейдем к основному составу. Посмотрим, что у нас здесь с основным составом, как у нас состоят дела в команде. отыграем 4-4-2 бразильская система. И вот наши игроки в запасе. Что вам еще сказать? Хотел бы еще дать один маленький совет для прокачки. Когда вы прокачиваете своих игроков, то советую вам, если уже близится конец сезона, останавливать свою прокачку примерно на 19, 39, 59, 79 процентах. Потому что последняя цифра была девятка. Когда последняя цифра девятка, очень часто приходят предложения от других игроков в последний день последнюю неделю чемпионата. Если у игрока допустим 80% или 65, 66, 84, 85, 86 на них я не видел, чтобы на них приходили предложения. И этих игроков очень трудно использовать в аукционе, почти невозможно. На этих игроков не приходит предложение. если же у вас в течение чемпионата, в течение игр уже какие-то игроки набрали этот процент, допустим, 59% или 79%, и вы уверены, что вы его не успеете еще раз прокачать до следующего, допустим, если 59, то до 79, если вы не успеете прокачать, остаются две недели, вы уверены, что вы не успеете прокачать, то лучше остановиться и в этот момент прокачивать уже какие-то его другие спецумения или позицию. Давайте на примере, допустим, Идертона я вам покажу. Вот. Он у меня прокачан до 79%, и чтобы дальше не терялось время, я прокачиваю его спецумения. Если в этом чемпионате в конце этого сезона, в последнюю неделю, если на него не будут предложения, то я его оставлю, прокачаю спецумения, а потом, чтобы не прокачивалось качество, я буду прокачивать ему новое амплуа. И так до следующего сезона. в следующем сезоне у него будет уже 59%, но все равно есть какой-то шанс продать его за токены, а не просто так продать непонятно куда, или же уволить. То же самое с другими игроками. Мусаев 39%, смотрите, у него спецумений уже 46%, осталось всего 4%. Я думаю, к концу этого сезона он будет как раз подходящим игроком для продажи. Маммадов. У него тоже почти 10% осталось спецумений, чтобы появился хороший пенальтист. То же самое касается остальных игроков. Как видите, в основном составе у меня игроки неплохие. Каната лучший бомбардир прошлого сезона. Хороший игрок, у меня хорошо играет. Смотрите, 112 игр, забито 80 голов. Хороший игрок. А в кубке вообще за 30 игр 24 гола. Состав неплохой, игроки прокачаны. В данный момент я вам хотел только это рассказать. Будут потом новые выпуски. Следите за каналом. Я обещаю продолжить. Всего доброго, удачи, ставьте лайк, если понравилось. До свидания. до новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...